добрый день дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка мира и добра вот при святой троице матушка муж карман положить или в руке подержать там идет трансляция ну там далеко и ты если что вытаскивать доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка мира и добра вам при святой троице потеплело у нас как и везде сегодня у нас 7 ноября и мы идем в город город это у нас часть нашего поселка который находится за рекой и мы ее используем ради того чтобы получить там продукты духовность культуру все можно так сказать там главные ценности а мы живем в деревне называемая голенкова хотя мы и относимся городу присоединили эту деревню когда-то так вот я хочу рассказать об александр борисович градском 3 числа праздновали его юбилей рождения 75 лет ему бы исполнилось но у нас пистяка говорят хороший именинник семь днем то есть можно до десятого еще праздновать его день рождения хотя мы теперь с вами его имеем в другой ипостаси в других сферах вот об этом-то и стоило бы поговорить потому что лично я к нему отношусь и имею о нем не мнение которое так и не услыхал вот в этих официальных мероприятиях много показали много поговорили даже показали его концерт во кремлевском дворце съездах ну и все остальное я конечно концерт не смотрел потому что я его видел раньше но вот рассуждение или воспоминание о нем просмотрел внимательно потому что мне хотелось понять а как же они его воспринимают то есть те кто его вспоминает поскольку у меня чуть-чуть другое о нем мнение и я не услышал что они часть такого моего мнения имеют и давайте я вам расскажу что за мнение у меня насчет александра борисовича мы с ним встретились в 1988 году значит в это время я был директором как я тогда назвал спортивно-культурного комплекса но образовался этот комплекс немножечко необычно дело в том что до этого я был журналистом и у нас в городе мы вместе с матушкой еще и создали такой клуб который назвали клуб колокол ну там еще наши друзья были не только мы с матушкой было много друзей и цель была этого клуба просвещение то есть мы хотели чтобы не просто молодежь отдыхала на танцах как во всех городах или ходила на официальные мероприятия нам хотелось чтобы появилась молодежные мероприятия где совмещались такие разумные вещи с развлекательными вот этот клуб начал например с нескольких программ где представлялось творчество например роберта рождественского сергея есенина блока ну то есть вот такой некоторые называли его литературно развлекательный но мы его назвали вот так и их он заканчивался танцами заканчивался дискотекой это тоже было новшество в нашем городе которые мало кто принимал потому что к этому времени все танцы были обслуживались via via поскольку via вокально инструментальные ансамбли были очень популярны и и поэтому когда мы на первом вечере включили дискотеку где нет via где только оборудование то танцевать никто не стал но потом привыкли потом дискотека стала нормально дискотека стала конкурировать с via но дело не в этом дело в том что к начали мы этот клуб в 1980 году а к 85 году его признали лучший молодежный клуб ивановской области за это я был отправлен на фестиваль молодежи в москву и мы там очень хорошо провели как говорится время а потом еще и отправился в этом же году в японию и свою мечту побывать там посмотреть культуру японии что там в этой японии такого необычного я тоже осуществил и вот на фоне как говорится всех этих моих или наших достижений вызвали меня в конце 1985 года в райком партии и попросили михал сергеевич мы видим ваши успехи и в том-то и в том-то и мы вас просим возглавить районный дом культуры дворец культуры дворец культуры строили 20 лет потом запустили его открыли его но почему-то никак не развивался но я знаю почему не будем об этом говорить ну я очень мне нравилась журналистика скрипя сердце пошел туда работать чем вызвал некое неудовольствие людей с культурным образованием так как у меня не было образование культуры а я пришел туда там были с высшим культурным образованием но я не стал спешить со мной перешла матушка она стала в доме культуры методистом и целый год восемьдесят шестой и даже начало восемьдесят седьмого года ну восемьдесят шестой я просто смотрел что делается в культуре и как в этой культуре можно что-то делать по-другому а в это время пришла горбачевская перестройка и были приняты законы о кооперативе об индивидуальной деятельности ну в общем когда я их хорошенечко прочитал то оказалось в нем в этом законе кооперативе скрыто великолепные возможности так как по тем же правилам можно было организовывать культурные заведения и мероприятия я придумал эту систему где дом культуры становится государственным можно так сказать имуществом часть коллектива оплачиваемых государством является управляющим составом этого дома культура а часть коллектива или эти же люди которые здесь работают могут войти в кооперативы кооператива какие кооператив по эксплуатации здания это технические работники кооператив по организации мероприятий кооператив по помощи сельскому сельским клубом потому что не дом культуры а еще 38 сельских клубов у нас было плюс сами мы в конечном итоге эти клубы организовали то есть в конечном итоге у нас было 79 кооперативов в доме культуры которые каждый занимали своей деятельности и она оказалась очень успешно в то время стали популярны видео салоном и взяли у людей сначала которые живут в пистяках в родниках в родниках матушка подсказывает господи иисус христе с у меня у нас грешно на прокат эти видео уже они были у некоторых частных ну и за 1987 год заработали большие деньги то есть на то время заработать дому культуры больше чем ему дает государство было невиданной вещью и так как мы уже выдали все зарплаты тем кто в эти кооперативы вошел так например зарплаты у культурных работников выросли в 4 в 3 раза то есть большие стали иногда значит это даже приводило к некоторым недоумениям однажды сидит после зарплаты зам директора по культурной части зорина валентина ванна долго сидит не идет домой я и говорю ну что ты валентина ванна домой то не идешь наверно дома муж ждет она говорит муж то ждет но я боюсь с такими деньгами домой идти он не поверит что я такую зарплату могу получать в доме культуры ну зарплата действительно там получилась в метель со всеми участиями и и в разных мероприятиях при ее ставке 120 рублей 720 рублей и тогда это было просто немыслимые деньги так выдав все зарплаты сделав какие-то такие свои необходимые затраты внутри издания и так как надо было оформить видео салоны эти как надо компьютерный класс мы купили первый не то что в родниках но и в ивановской области компьютерный класс куда мы поставили реально 20 аппаратов которые никто до этого вообще не видел и бесплатно пускали все школы всех старшеклассников чтобы они на этих компьютерах осваивали языки тогда бэйсик форт раун и другие были я тоже освоил так вот на оставшиеся деньги на большие деньги мы решили купить хорошее оборудование звуковое сценическое у такой настоящий у меня был друг в москве который играл в московских вео в московской группе и он подсказал где можно взять настоящий такой мощное оборудование оно не привезенное было из запада целиком они привозили усилители и динамики в том числе японские делали свои коробки под них как полагается и получалось ну просто удивительное хорошее оборудование она как после мне сказал александр борисович такое оборудование горит я видел только четыре раза то есть вот насколько хорошие мощные такое оборудование из 1988 года мы запустили можно так сказать уже прокат серьезных работ не серьезных артистов так как у нас было на чем не постыдиться перед ними грубо говоря это не просто дом культуры а действительно серьезное оборудование и мы попробовали это на сначала артистах так называемой красной гвоздики которая проходил фестиваль ежегодно в иваново и в этот раз зная какое у нас оборудование там все остальное как мы относимся к организации как мы доплачиваем этим артистам за какие-то дополнительные действия то есть мы не концерт а концерт беседа оформляли этого артиста за концерт он получал ставку от иваново ставки были я не скажу что высокие от четырех с половиной рублей до 12 рублей за концерт это смотря какая категория высшей категории достаточно мало артистов было чтобы получать такую ставку так вот когда мы объявили что кроме ставки будут еще дополнительные заработки по нашей кооперативной системе и надо поговорить с людьми когда ты выступаешь то к нам приехали можно так сказать лучшие представители это красные гвоздики но шаврина да вот матушка кивает головой значит бабкина надежда бабкина она тогда еще не была такая популярная она ездила с концертом но надежда бабкина ну вот такие коллективы красный гвоздика она в основном такие коллективы и артистов приглашал и они увидели что это работает и у нас появилось два источника артистов во-первых появился один из организаторов вот такой проката из москвы который возил артиста он увидел как у нас все организовано говорит а давайте я вам буду еще один индивидуально присылать мы говорим не вопрос привозить он каждый раз привозил с ними давай ты видишь как он говорит ну я такого вообще в клубах городских не видавал это говорит достойно любого артиста то что вы представляете хорошо любого так любого и у нас появилась знакомой близкой знакомых людмила романовна кирилла она работала на радио россии сейчас она работает на радио радонеж и она так как она на радио россии представляла и вела в том числе беседы с артистами она нам предложила что давайте я вам тоже буду предлагать некоторых артистов а вы их помогите им кстати один из первых таких артистов был александр малинин так неожиданно она же его и направила на юрмалу саша малинин был популярен в своих кругах и вио играл и так далее но недостаточно грубо говоря по ее мнению был известен и недостаточно хорошо жил по ее спас по его способности и вот она ему предложила поехать на юрмалу ему записали на студии хороший трек для его песни курида куририда и александр малинин выиграл этот конкурс и вот нам звонит людмила романа и говорит михаил сергеевич александр вот он действительно выиграл но ему нужна концертная деятельность так как у нее ничего нет совершенно я говорю ну давай конечно возьмем концертная деятельность у него нет треков под песни одна только корига я ну ладно одна так корида так что-то он может петь может вы его послушайте вот приехал к нам александр малинин ну тогда саша саша так вот как-то маленький невысокого ростика щупленький хиленький приехал еще в бриджах как ни странно то есть было достаточно тепло у нее не концертного костюма ничего он в бриджах мы ему дали какие-то трико да трико он матушка все время вспоминает говорит а он все время подтягивала она все время с него спускалась когда он пел но он придя к нам говорит михаил сергеевич людмила романова сказала что вы все можете что вы как говорится волшебник в организации концертной деятельности давайте попробуем я в давайте а что у вас у тебя на ты я у меня знаете у только песни под гитару давайте я вам попою и он прямо у нас в аппаратный где все оборудование стоит сел на стульчик как сейчас представляю и начал петь вот эти свои песни под гитару вот эти про белых офицеров про казаков ну и все остальные песни которые он поет под гитару когда он спел пару песен я сказал все прекрасно на сцену нет нет в общем он мне сначала дал концерт прямо в аппаратный часа на полтора наверно вот прямо вот вот все пропел но я чувствую ему надо было попробовать и вот а потом ушел на сцену а у нас там такое оборудование он как тронул с труды как сказал в микрофон так у него слезы потекли вот это да вот это да ну и он в родниках дал два концерта и еще несколько дней мы его с этим оборудованием прокатили по городам иванской области вичига шуя не помню вот еще то есть он по моему пять точек у нас как говорится отработал и вот самое интересное мне было вручать им их заработок малинин уже ехал не по красной гвоздики где у него ставка а ехал по кооперативной вот этой системе и и заработок там был 50 на 50 то есть представляете он дает концерт мы было продаем билеты не помнишь мальчик почему были билеты вот 3 до 5 рублей то есть тогда это были большие деньги но залы полные и получается с с одной точки можно было собирать 15 тысяч за день ему ему то есть уже это 50 процентов уже 15 тысяч вот такие примерно суммы о 12 15 вот так и когда закончился его тур как говорится концертной а а деньги были в кровь в купюрах значит тогда еще мелких 1988 год когда там реформа-то 91 втором появились уже а тогда это было даже в дипломат нельзя было убрать такую сумму которые получал вот этот такой большой мешок с деньгами и и вот я положил перед ним эти деньги он выпучил глаза так уж извините я таким образом крайне удивился очень сильно благодарил а после мы на своей машине отправляли их в москву у нас на этой концертах с этими концертами перебывали все вио которые были в москве то есть пламя самоцветы значит много их было не смогли мы только получить песняры у них зарубежные были в это время гастроли и по моему ариэль мне сильно хотелось ариэль по моему тоже до нас не доехал ариэль в общем артисты практически все но я-то в основном помню евгений леонова вон матушка вздохнула да какой это человечище казался нам-то казалось ну вот такой юморист мы так его а он три часа на сцене причем приехал в холод страшный у нас было на улице 32 градуса а что такое дом культуру сами все понимаете и у нас обогревающие батареи только сзади на сцене если стоишь около них там в метре маленечко греет спину если приходишь на край сцены крампе то холодина страшная мы зрителям разрешили сидеть пальто как они могут предупредили что даже варежки не снимайте а его говорим стойте ближе к этому к стене подняли все задависи чтобы пусть голая стена зато тепло человека он сказал хорошо хорошо ну как вышел на приветствие крампе так с нее и не сходил то есть уже на второй концерт опустили задний занавес чтобы у него был значит фон красивый ну и три концерта это удивительно между ними они у нас останавливались кому ручки где можно было поспать попить чайку кофейку ставили мы коньячку хотя были такие времена горбачевская была анти алкогольная компания но артисты но тем не менее мало кто его потреблял некоторые потребляли но леонов нет кто вот меня поразил еще пуговкин пуговкин тоже ну замечательно тоже все оказалось не так смешно такой глубины и человек такой серьезного отношения к жизни зрители были в полном восторге мы за 88 год провели около 70 таких вот концертов заработали колоссальные деньги для дома культуры на эти деньги еще открыли клубы на эти деньги докупили оборудование еще сельские клубы во все в том числе и новых как говорится работников взяли за свой счет потому что сельском клубе 1 2 работник как правило мы стали доплачивать там стало 3 4 и это очень подняло сельскую такое желание сельской культуры зарабатывать они тоже стали кооперативами у нас конечном итоге в управлении нашего культурно-спортивного комплекса было 700 человек было больше ста двадцати ну можно так сказать вот таких предприятий только в доме культуры 79 и вот на этом фоне вот на этом уже популярности в москве к нам предложили приехать александр борисовичу градскому предложил его как раз из один из тех кто организовывал но видимо его продюсер в москве и сказав сколько там можно получить александр борисович согласился и об этом как он приехал я вам расскажу во второй части а сейчас мы пришли заплатить за электричество и приходите на вторую часть я вас уверяю что дальше будет все тоже интересно а пока здоровья всем радости а